Владимир Андреевич, господдержка Нынешняя ставка, конечно, Центробанка вызывает, уже сегодня сказали все о том, что как-то старается работать в основном на своих, потому что брать сейчас даже по существующей ключевой ставке, что лизинг, что кредит, лучше не брать. Потому что потом надо думать, как это все отдавать. По крайней мере, то, что у нас происходит в Союзе производителей металлической мебели, всех опросил и собственников, и директоров, есть и малый, есть и средний, есть и крупный бизнес у нас, и все сошлись в этом прям просто как общий знаменатель однозначный. Касаем момента, связанного с тем, что, с одной стороны, вроде как в стране у нас есть проект импортозамещения. Казалось бы, ну что, вперед и вверх, расти, рынок растущий. Но дальше ты упираешься в то, что, вот мы сегодня уже все послушали здесь, и в корпорации МСП, да, МСП лизинг, и раз, и присутствует мелким шрифтом, как вот курение вредное для здоровья называется, так и, бам, и присутствует определенная там сфера, там категория С, ну или так маленький там, гоп, и там определенный АКВЭД. А мы вот, например, в АКВЭДе 31, да, прочая металлическая мебель, которая не включена в никакие другие группировки. Но у нас на сегодняшний день 8 производителей и общий штат численности сотрудников где-то в районе полутора тысяч человек, раскиданных по всей стране. Делаем различную металлическую мебель. С одной стороны, мы как бы находимся в хорошей ситуации, потому что финансирование ОПК, ну ввиду происходящее СВО, позволяет нам развиваться, потому что мы производим металлические шкафы для одежды, самые там обычные, самые дешевые. Производства ОПК растут, людей они набирают, вымывают их из сектора МСП. Не самозанятые, кстати, вымывают наемный персонал у малого бизнеса как таковой. Второй момент связан с тем, что касаемо доступности финансирования в качестве того же самого импортозамещения и чего-то красивого, дорогого, богатого делать, это момент связанный с помощным дизайном. Одно изделия, во-первых, по сроку, разработать, придумать, разработать, внедрить, нарисовать, прорисовать, проработать, где мы потом это будем, Владимир Андреевич неправильно говорил, доля импорта все равно там составляет 10-15%, как таковых, потому что все равно, как ни возьми, станки многие мы вынуждены привозить из-за рубежа, разным сферам, параллельным импортом и так далее. И это головная боль у всех. Но вот момент, связанный с промышленным дизайном, как и с регистрационным удостоверением Минздрава, упирается с одной стороны, вроде можешь прийти за господдержкой. Во-первых, она нигде не прописана именно по промышленному дизайну. Во-вторых, момент, связанный с тем, что это более одного календарного года, финансового года как такового. И, соответственно, все сразу во всех институтах поддержки говорят, не, подожди, у нас вот в рамках одного года, пожалуйста, приходи. А вот если только перешаги в финансовый год, тут уже извини. Есть отличная мера господдержки. Фонд господдержки с финансированием до 5 миллионов рублей и ставка на сегодняшний день гипер-супер-хорошая, 5-6% называются годовых. Но момент связанный с тем, что многие предприятия, которые до этого развивались и все равно же оборудовались станками и площадями, и людей вынуждены были набирать, все равно залазили уже в эти оборотные кредиты с той ставкой, которая была до этого ключевой. И сейчас все оборудование, площади и так далее находится все равно уже в залогах как таковых. Поэтому сейчас, допустим, можно было бы подойти, вот у нас с МСП-лизингом, я думаю, сложится успешный кейс, как мы сказали, через месяц посмотрим. Как в свое время мы были с Российским экспортным центром, когда встретились с господином Фродковым, я говорю, ну хорошо, вот вы говорите все время о высокотехе, а мы, допустим, экспортируем продукцию в Европу. Ну сейчас, понятно, не экспортируем, Европа сама отказалась, но в рамках таможенного союза ЕАЭС и даже в рамках БРИКС идет экспорт продукции. Соответственно, на сегодняшний день РЭЦ поддерживает не только высокотех, но и вот нас, тех, которые не входят в эти обозначенные категории, которые так уже сверху спущены. Поэтому тут в корпорации МСП в этом направлении тоже можно было бы чуть-чуть расширить горизонт, а более того, ваша представленность в регионах тоже хотелось бы желать лучшего, потому что в регионах непосредственно, когда приходишь в любой из банков, ну, путь предпринимателя за оборотными средствами, он короток. Ты приходишь либо в центр мой бизнес и говоришь, здравствуйте, к чему вы можете помочь, либо приходишь в региональный ТПП и более никуда называется. И очень хотел бы всех предостеречь от, как я их называю, цифровыми фокусами. Момент, связанный вот даже у корпорации МСП, присутствовал QR-код в конце презентации, показал опыт, потому что мы сейчас ездим по многим вузам страны с тем, что ищем себе новых инженеров перспективных, которые там где-то на третьем, на втором курсе технических вузов и так далее, ну, чтобы они могли участвовать и видели перспективу, потому что на сегодняшний день у молодежи спектр работы в малом бизнесе, в производственном бизнесе, у них отсутствует. Они в первую очередь думают о том, что они пойдут куда-то в большие государственные предприятия, и там у них ждет большая зарплата, они с удивлением узнают, что в малом бизнесе зарплаты более высокие, чем в госсекторе. И говорят, да неужели? Мы говорим, да, это действительно есть. Но практика, опыт общения именно с реальной молодежью, студентами, показала, что когда в конце презентации висит QR-код, они говорят, а где взять контакты? Я говорю, ну, вот QR-код сканируйте. Они, говорят, не догадались даже. Ну, вот у нас у всех это вызывает усмешки, потому что когда мы находимся вот на одном уровне общения, мы все понимаем, ну, как бы казалось, что проще, QR-код отсканировал, сейчас он визиток везде есть. Но когда касается контактов, вот многим из предпринимателей нужно прямо вот, как говорится, в клювике. Вот, приди вот сюда, и вот здесь тебе будет счастье. Ну, как таковое. И третье, что хотелось бы сказать, что, конечно, цифры, которые и публикуют и федеральные источники власти, и корпорации МСП, показывают, что действительно, с одной стороны, рост кредитования растет, и рост финансирования, как таковой, превосходит все мыслимые даже показатели. Но хотелось бы, чтобы все-таки стоимость денег в нашей стране была более приемлема для того, чтобы можно было действительно развиваться. Если мы действительно хотим развития, а не просто того, чтобы поговорить и разойтись. Спасибо.